Девушки отдыхают 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 Мама и папа. Так в их семье появились пять приемных детей. У Маши и Димы свой бизнес, и практически все свои деньги они тратят на учение и восстановление детей. Семья удивительная. Но согласитесь, не каждый в 30 с небольшим лет согласен взять на себя такую ответственность. Следующая остановка – Калуга. Семья Марины Глушенковой тоже многодетная. Со своим мужем Марина познакомилась в 14 лет. Я вырос один, у меня никого нет, ни братьев, ни сестер. Поэтому мне всегда хотелось, чтобы детишек было много. Так смело, что у меня будет семь. Я подумать не могла. А все ее дети? Ее дети? Долгое время настоял вопрос выживания. Это был кризис 98-го года. Это случилась очень голодная жизнь. У нас пришла совершенно прорывная мысль, что для того, чтобы самим не голодать, нужно кормить людей, которые торгуют на рынке. Потихонечку вот такая вот еда на вынос стала нас спасать. Да, верили, что не пропадем. Как-то так. А сейчас Марина – известная в городе телеведущая. И она гордится своей семьей, а семья гордится мамой. Я думаю, что мама сделала каждого из нас человеком, прежде всего. Вот именно в глобальном смысле этого слова. Это человек самый сокровенный. Он очень тебе дорог. И если его потерять, я даже не знаю, как без него жить. Если мы говорим про любовь на всю жизнь, про вместе и в горе, и в радости, то это, конечно, проколовок. По профессии я художник-дизайнер верхней одежды, а сейчас я счастливая мама трех очаровательных дочерей. Третьего ребенка мы хотели, наверное, когда Сонечке исполнилось 4 года. Естественно, все хотели мальчика. Даже решили, что он будет хоккеистом великим. Никаких предпосылок о том, что со мной что-то будет не так, что я не выношу эту беременность. 42 года. Всего этого не было. По рекомендации консилиума врачей, решили ребенка извлечь на восьмом месяце беременности. На следующий день меня неанатолог подозвал и сказал, у вас в семье есть кто-то с подогном синдромом? Я сказала, с каким синдромом? Они сказали, с синдромом Дауна. Я говорю, а кто у вас с синдромом Дауна? Рассказали, ваша дочь. И первым делом позвонила мужу, говорю, Андрей, ты мне очень срочно нужен. У нас такая проблема. Ты же меня не заставишь отказаться? Он тут меня смотрит. Ты что, говорит, мы своих не бросаем? И вот как-то вот эта фраза, она какую-то такую надежду вселила. Это удивительно, как любовь, которой пропитана эта семья, помогает им преодолевать все трудности. Едем дальше. Вот честно-честно, наши герои вообще не в курсе, что мы их выбрали. Поэтому мы всегда очень тщательно готовимся к тому, чтобы им об этом рассказать, чтобы они это запомнили на всю жизнь. И каждое наше появление – это невероятное шоу, сюрприз и флэшпоп. Так, мы находимся в торговом центре, и наша героиня появится здесь с минуты на минуту. Ее сюда должен по нашей просьбе привезти старший сын. Ну а дальше она встретит нашего продюсера и нашего режиссера. Все, больше ничего не скажу. Мне и другим ведущим нужно еще успеть спрятаться. Девушка, извините, пожалуйста. Подходите вроде. Вы можете нас выречить? Ну вы поняли, да? Мы в этот момент прячемся за ширмой, а буквально грудью на амбразору бросаются реальный продюсер и режиссер нашей программы. Объясняю, мы снимаем здесь рекламный ролик для свадебного салона. У нас все есть, кроме героини, потому что она опоздала. Вас сейчас нарядят в красивое платье, сделают небольшой грим, и вы спуститесь просто вот с этой лестницы. Когда вы в последний раз видели ее свадебное платье? 20 лет назад. Ого-го! Это удивительно, как волновался муж, когда мы приготовили флешмоб со свадьбой. Руки тряслись. Это было так эмоционально. Вы готовы, Лена? Все, внимание, тишина. Работаем! Работаем! Все, ваш выход. Давайте, давайте! Сходим! Елена, вы согласны вступить в новую жизнь? А-а-а! Да! Олег, вы согласны поддержать свою жену Елену в стремлении к новой жизни? Да, конечно, да. Ну тогда, Елена и Олег Савицки, мы объявляем вас... Мужем женой? ...участниками реалити-шоу «Новая жизнь». Благодаря, Сэр! В каждой семье у нас был спецагент, который должен был в назначенное время, в назначенное место привезти всю семью. Ну а дальше дело наше. Ребята, ребята, не верьте им! Они не настоящие! И спектакль этот не настоящий! И звери тоже не настоящие! Ну, спектакль действительно не настоящий, а вот ведущий самый настоящий. Многие люди вырастают и перестают верить в сказку. И только с теми, кто умеет мечтать, происходят настоящие чудеса. Вы хотите увидеть волшебную сказку? Да! Тогда прямо сейчас подсмотрите волшебный билет под своим стулом. Билет в «Новую жизнь», он там лежит. Ищем, ищем, у кого билет? Вроде бы все было продумано, но... Наша главная героиня села не на тот стул. Ищите билет в «Новую жизнь», билет в «Новую жизнь», у кого? Смотрите на стульник сзади вас. Посмотрите, под стулом рядом с вами. Что такое? Нашелся! Ура! Когда мы увидели анкету Ольги Кадепской и узнали ее историю, мы поняли, что нам нужно что-то такое сделать из ряда вон. Что мы придумали для Оли? Ее дочка Люба якобы там где-то в социальных сетях выиграла билет на утренний сеанс в кино. И вот они приходят в кино, садятся на свои места, там люди, все как обычно. Дорогие зрители, пожалуйста, отключите ваши мобильные телефоны и пусть все дела немного подождут. Приятного вам просмотра. И вдруг начинается кино про Олю Кадепскую. Это удивительная история о силе воли. В поисках истины и любви. Женщина, которая бросила вызов стихии. Отважная, смелая, честная. Ей покорились самые высокие вершины и самые опасные пещеры мира. Она потеряла свою любовь. Юра разбился на плече с кусопки. Горы у меня его забрали. Очень было силы, я такие чувствовала. И, ну, не знаю, мне кажется, я уже никого не смогу филировать. Так сильно. Десять лет боли и женского одиночества. Работа и поддержка близких людей помогли ей выжить. Пришло время отпустить прошлое и снова поверить в любовь. Друзья, как вы думаете, эта удивительная женщина достойна новой жизни? Ольга, Люба, Тимофей, идите сюда к нам. Добро пожаловать в новую жизнь! Это было так трогательно, я там, я заплакала, потому что, ну, это было так необычно. Я доволен, доволен. Нет комментариев. Все самое интересное впереди. Оставайтесь с нами. Ну что, всех удивили? Пора за работу. Целый месяц вместе с нашей героиней будет наша суперкоманда. Пластический хирург Андрей Скорнов, стилист Катя Гершунь. Я ваша покорная служанка. А Андрей Карпов, наш архитектор, останется с семьей и будет делать ремонт. Почти для всех наших участниц это вообще первый месяц в жизни, который они проводят вдали от дома, вдали от своих близких, от своей семьи. Для них это испытание. Ну, прощайтесь, дорогие. Ладно, мы вернем, мы вернем. Проходите в автобус. Так, все ведущие загрузились, сказали до свидания. Всем пока. А мы сейчас пойдем строить. Для меня начало новой жизни это всегда радикально. Никаких полумер. Была старая жизнь, стала новая жизнь. Ю-ху! Давай старую жизнь! Добро пожаловать в автобус. Класс! Пока Карпов рушит то, что можно разрушить, я занимаюсь созиданием. Вы у меня первый. Это не может не радовать. Как похудательный процесс? Рот зашила. Рот я вам зашью сам. Будем делать голливудский угол. Попрошу вас сделать вот так. Так, хочется на себя посмотреть. Вы похожи на жрицу племени Майя в перебрачных игр. То, что мы делаем с героинями, называется гармонизирующей хирургией. Это не операция, когда меняется полностью жизнь или внешность человека. Это лишь такая методика, которая позволяет убрать недостатки и подчеркнуть достоинства. Альбина, добрый день. Здравствуйте. А что нам сегодня предстоит? Вы в курсе? Глазки, наверное. Глазки, не только глазки. Альбина Салова, 45 лет. Начальница департамента МЧС. Вы понимаете, это настоящий Джеймс Бонн только в юбке. И то ли сила притяжения Земли, то ли какие-то другие особенности ее биографии, например, развод с мужем, привели к тому, что Альбина стала выглядеть достаточно серьезно, старше, чем то, что написано в ее паспорте. Я начну с подтяжки лица, для того, чтобы приподнять нижнюю треть лица, приподнять среднюю треть лица и немножко подтянуть в височной области. И закончим операцию для форопластика. Я хочу убрать вот эти вот мешки тут глазами у вас и избыточную кожу в области верхних и нижних век. Самая эффективная, самая, наверное, моя любимая операция, которая дает вау-эффект, называется смаз-лифтинг. Это такая методика, когда ткани перемещаются в их исходное анатомическое положение. То есть мы отматываем время примерно на 10-15 лет назад. Я уже представляю, как это все будет выглядеть. Мне кажется, что вы будете очень горячей штучкой. Я вам очень сильно доверяю. Отлично. Я всегда говорю пациентам, что если вы худые, то с вами очень легко работать. И результат после операции будет длиться гораздо-гораздо дольше. И вот наша Альбина Салова как раз тот самый пациент. Альбина очень стройная, очень спортивная, поэтому результат будет очень долго радовать ее и ее нового бойфренда, потому что я уже загадал. Сейчас я в себе эти силы к новой жизни ощущаю. Благодаря вам. Спасибо большое. Вам заветно. Даша Табакова. 31 год. После рождения ребенка у нее развилась асимметрия молочных желез, что, сами понимаете, не очень приятно и не вселяет дополнительную уверенность. Не ожидала я, что с моим организмом случится такое. У меня была идеальная грудь, честно. Занюшку я открыла, выкормила, и все было нормально и в порядке. А здесь, видимо, Зоя кормила чуть там, чуть дольше. Разница на полтора размера в груди, конечно, это никуда не видится. Поэтому наша задача была исправить вот эту вот приобретенную особенность и вернуть Даше красивый, натуральный и симметричный объем правой и левой молочной железы. Наша задача с тобой на имплантике немножечко поднять железу, чтобы уровень соска чуть-чуть повысился. Нашу Дашу ожидает операция, которая заключается в следующем. Мы будем использовать различного размера импланты, а также трюк, который в медицине называется маслопексия. Это такая операция, которая уменьшает объем растянувшейся молочной железы. Дорогие женщины, вы должны знать, что после кормления очень часто молочная железа меняет форму, и это можно восстановить. Более того, после такой операции можно рожать и даже кормить в некоторых случаях. Реабилитация займет где-то месяц. Нужно будет поносить компрессионное белье, но зато после того, когда Даша снимет это компрессионное белье, железы будут одинаковые формы. Галина Кузьмина моя любимица, прям вот честно говорю. Мне 43 года, закончила училище по специальности акушерства. Я ушла в армию, ни о чем не пожалела. 14 календарных лет я служила в армии. Готов сыну родину защищать? Хорош! Строю силен в постели. Так точно. У Галины очень интересный миндалевидный разрез глаз. И когда мы планировали с Галей блефоропластику, то есть операцию по подтяжке кожи верхних и нижних век, мне очень важно было убедить ее в том, что я сохраню этот разрез, и он ни в коем случае не округлится. Галин, у вас такое немножечко азиатское строение верхнего века, поэтому моя задача будет не изменить форму ваших верхних век, немножечко просто убрать на висание. Когда я говорю о том, что я сделал круговую подтяжку или когда я говорю о том, что я сделал смаз-лифтинг, на самом деле это вершина айсберга. Любая операция по омоложению лица включает в себя 5-6 маленьких операций минимум. И Галине во время выполнения подтяжки я выполнил и удаление комков беша, и подтяжку комков беша я смоделировал среднюю зону, потому что ткани средней зоны лица очень часто опадают со временем, теряют свою упругость и форму. Я сделал блефоропластику, я подтянул уголочки губ, я подтянул уголки глаз, в общем, было много-много маленьких трюков. Мне хотелось сделать ей большой подарок, потому что это очень ценно, когда ты служишь людям, и Галине большой-большой молодец. Москва, Москва вызывает Карпова. Да здесь я здесь. Моя задача, простите, коллеги, самое сложное. Сделать ремонт за месяц это нереально. Но с этой задачей мы справились. Так, мы исследовали уже весь дом и пришли к вам. Твоя новая лошадка? Слезай, пожалуйста, да, мы уже покатались. О, то есть вы хотите сказать, что ремонт мы делаем здесь, вот в этой спальне? Да. Ребят, мне кажется, пора подумать уже о себе. Это очень важно. У Маши и Димы практически нет времени друг на друга. Дети требуют постоянного внимания, поэтому им жизненно необходим свой уголок в доме, своя комната, где можно побыть вдвоем, посмотреть любимый фильм, да и просто расслабиться. Дим, начинается новая жизнь. Какие у тебя есть мечты относительно дома? Хочу в этой комнате лежать и смотреть на звезды через мансардные окна. Будет сделано! Будут мансардные окна, я тебе обещаю. Впереди вас ждут тайны преображения наших героинь. Не переключайтесь! Маше и Диме срочно нужна была помощь. Им жизненно необходим свой уголок в доме, своя комната, где можно побыть вдвоем, посмотреть любимый фильм, да и просто расслабиться. И вот, что я придумал. Вы видите, что это абсолютно не функциональное помещение. Я запланировал превратить его в апартаменты для родителей. Причем двухэтажное. Гостиная, гардеробная, спальная и даже ванная комната. Я сам испугался, когда придумал. Получилось круто. Давай! Открывай! Мне захотелось это пространство поделить на две части, на первый и второй уровень. Мы с этой задачей справились. Второй этаж – это спальня. Там огромная кровать и потрясающие светильники. Наши герои смогут регулировать освещенность своей спальни. Вау! По материалам хотелось попасть в такой современный стиль, используя металл, дерево, стекло и много света. А там что? Пойдем, пойдем. Так как ты у нас безумная красотка, у тебя должен быть большой гардероб. Вау! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Дисклами – это все мои тухли. Все мои плачки. Это мечта любой женщины. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Карпов, ты молодец. Молодец. Гробная комната для женщины, у которой даже и гардероба не было никакого раньше. А теперь поверни на правую голову. Это твоя личная ванная в твоей спальне. Мама, можно с тобой купать? Да, можно. А сколько здесь света. Это ваша кровать, причем она огромная, как ты видишь. Да. Сколько здесь воздух. А ты понимаешь, что здесь как-то еще окошки появились? Ну-ка давай, примерься. Я счастлива. Музыкальная семья из Дмитрова. Но состояние их гостиной, конечно же, удручает. Это наши гостиные, в которых мы проводим самую большую часть нашего свободного времени. Принимаем здесь гостей, смотрим телевизор. Ой. Вот мы начнем уже, так сказать, ремонт. Мне кажется, ничего страшного. Старые обои. Мебель выдали вместо зарплаты, когда отец семейства подрабатывал на мебельной фабрике. Диван в кредит, двери нет. Как они живут без двери, я не понимаю. Девчонки, а двери-то вы выломали или просто не было никогда? Нет, она была когда-то. А была когда-то? Лет пять назад. А почему сняли? Ну, что-то она вообще не кокущая была. Надо было срочно все исправлять. Семья творческая, и обстановка должна быть соответствующая. От хозяев у меня было несколько пожеланий сохранить диван и пианино. Первый раз я придумывал интерьер под диван. Изначально наши герои показали пространство, и они, в принципе, особо не понимали, что с ним можно сделать. Но они хотели функционал, красоту, ну и, конечно же, много света и пространства. Я доволен тем, что получилось. Белый цвет я выбрал не случайно. Этот цвет расширяет пространство и придает интерьеру торжественности шик. Иван, как вы видите, на месте. Считаю, что он получил, кстати, достойное обрамление. В новой гостиной хватило места даже для ударной установки. А пианино я перенес в коридор и реставрировал его. Кстати, я предусмотрел шумоизоляцию. Теперь можно не беспокоиться за нервы соседей. Появились двери. В прихожей необычная подсветка в виде эквалайзера. Мне кажется, все сложилось. Теперь осталось услышать мнение хозяйки дома. Я вообще дома. Убалдеть. Вообще. Так, ну-ка разувайтесь быстро все. Моя горсть – это пианино. Я не знал, что с ним делать, потому что она выглядела ужасно. И мы его реставрировали. Сделали его очень круто. Я очень переживаю, чтобы оно им понравилось. Это пианино? Обалдеть, ребята, вообще. Это эквалайзер. У меня просто нет слов. Это же семья музыкантов. И я думал, какой же сделать им нестандартный светильник в виде чего. Когда я ехал в машине, у меня на моей магнитоле играл эквалайзер. И мне пришла эта идея прямо в машине. Эквалайзер – круто. А-а-а! Вообще, вообще, вот. Лайк? Я не дома. Я просто тут приехала. Это очередной отель. Вот талантливый человек. Обычно талантлив во всем, да? И Андрей. И танцует, и поет, и подарки раздает. А в Перми мне предстояла встреча со спальней хозяйки пещеры. Понимаю, что Оля проводит много времени в командировках. Но ведь спальня – это то место, где человек проводит треть жизни. И это помещение должно быть комфортным и уютным. Она хотела бы, чтобы тут было, наверное, все так строго и четко, как в английском стиле в Лондоне. Лондонский стиль. Идея мне нравится. Вот эти окна мы по-любому меняем, потому что они... Они... Ну, они нам точно не пойдут, я уверен в этом. Думаю, что правильно будет сделать из балкона рабочую зону и место отдыха. Возможно, и для романтических свиданий. А спальня пусть будет спальней, и в ней встанет большая удобная кровать. Диван в спальне – это просто нонсенс. Ну что, последние штрихи, и смотрим на реакцию. Диван в спальне – это просто нонсенс. Диван в спальне – это просто нонсенс. Очень счастливее. Я просто сейчас вообще упаду. Это не моя комната. Ухо, чем? Да, я... Вау, вообще... Знаете, что я хочу? У меня мечта была. Я приеду домой, и у меня вот деревянная вот такая вот кровать. Я вижу. Там прям просто продолжение комнаты. Я уже груза закрывать буду, потому что это... Ух ты, чайочек! Вот там у тебя кабинет. Просто шок. Здесь будет мой кабинет. Я думаю, что это будет самое любимое моё место. Моя мечта. Кусочек Англии в своём доме иметь это. Вообще просто супер. Татьяна, вам слово. Это ещё не все наши секреты. Смотрите далее. А мы продолжаем. И это моя любимая часть, потому что я обожаю сюрпризы. Это то, что ты хотела? Да! Мне кажется, что преображение внешнего, ну, никогда не случится без преображения, прежде всего, внутреннего. Я чувствую то, что вы меня доведёте до инфаркта когда-нибудь с вашими сюрпризами. Для каждой героини мы готовили особенный сюрприз. Там и восстрашного нет? Да? Да. В атмосфере строгой секретности. Я хочу, чтобы это был настоящий сюрприз. Я сейчас тебе завяжу глаза. Вау! Кто-то мечтал встретиться с кумиром. Кто-то поехать в город детства, где провёл лучшие годы. Кто-то хотел экстрима и драйва. Мы выведали все заветные тайны наших героинь. Что за тушку мне будете делать? Вы догадались. Я сейчас знаю, плачу. Правда, что? И осуществили их мечты. Та-дам! О, боже! Это Таня! Это то, что я хотела. Боже мой, я не ожидала этого. Марина Клушенкова нам призналась, что не умеет выражать радостные эмоции. Я могу рассердиться, обидеться, психануть. А вот с тем, чтобы обрадоваться искренне от души, прыгать и плакать от счастья, вот с этим у меня проблемы точно. Ох, мне пришлось пойти на то, на что я никогда бы не решился, если бы на кону не была улыбка Марины. И теперь ты снимаешь свою повязку. Боже! Меня зовут Сергей, я ваш будущий инструктор. Будем проиграть в этом. Самое ведь страшное не лететь в воздухе, а самое страшное, когда ты понимаешь, что через несколько секунд тебя просто вытолкнут. И ты полетишь, как фанера над Парижем, над этим прекрасным Подмосковьем, без Марины Клушенковой. Ну, так и получилось. Подошла к обрыву и... Мама! Мама! А-а-а! 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 Ой, не покажи! Мама! Мама! Ой, Сергей, не надо! Не надо! А-а-а! 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 Мама! Вот сейчас круто! Ой, только страшно! А-а-а! Мама! Встань! Стояла! Встань! Встань! Стояла! Ну, круто! Да, я могу сказать, что с тобой произошло что-то особенное, это точно! Встань! Стояла за правило! Встань! А-а-а! Галюня. Галюня Кузьмина. Ой, у нее такая детская мечта была поплавать с дельфинами. Ну, а где еще плавать с дельфинами? Конечно, в Сочи. Почему в Сочи? Потому что она в этом городе провела всю свою юность. И, конечно, она туда так хотела вернуться. Гляди. Это дельфина Арии. Ребята. Это невероятное ощущение. Я говорю, я думала, что я могу поплавать с дельфинами. Я не думала, что сегодня произойдет такое сумасшествие со мной. Я уехала в Сочи. Я плаву с дельфинами. Мне кажется, я завтра проснусь и сама себе не поверю в эти ощущения. Я счастлива. Ребята, спасибо вам огромное. Когда мы знакомились с семьей Буяновых из Дмитрова и обратили внимание, что в фотоальбоме почему-то много фотографий певца Владимира Кузьмина. Это не случайно, подумали мы и не ошиблись. Оказывается, они познакомились под песню Владимира Кузьмина. И я придумала такой сюрприз. Давайте посмотрим, как это было. Я не забуду тебя никогда. Твою любовь, твою пищать, улыбка, слезы, а за окном все так же стонут провода. И пояс мчит меня, сибирские морозы, а за окном все так же стонут провода. И пояс мчит меня, сибирские морозы. Это, конечно, было невероятно. Лена поет и плачет, плачет и поет. У Кузьмина вот такие глаза, он в ступоре протягивает ей эти цветы. И она еще больше плачет. Ну и я тоже сижу и плачу. И пояс мчит меня, сибирские морозы. Здравствуйте. Здравствуйте. Очень здорово, понимаете? Спасибо. Спасибо вам большое. Счастья вам. Ну и много еще было чего. Обрадовали, удивили, все исполнили. Так круто. Впереди вас ждут тайны преображения наших героиньев. Не переключайтесь. Кать, твой выход. Жги. Ну, наконец-то, наконец-то, наконец-то. Вот почему-то все наши российские женщины устроены таким способом. Сначала семья, дети, муж, тети, дяди, родители, друзья. На себя никогда нет времени. Доход, который у нас есть, есть и ходит к детям. Только появились какие-то свободные деньги. Уже нужны какие-то новые ботиночки или там школьная форма, новый рюкзак. Я иду в магазин покупать себе платье. В итоге из магазина я выхожу с ворохом детской одежды. Так не должно быть. Я очень хочу вернуть этим женщинам себя. Ну, вернее, даже не вернуть, а показать им себя, что ли. Ты же сделаешь из меня красотку. Нет, ты и так красотка. Возможно, я смогу сделать что-то гораздо более важное. Возможно, я смогу открыть тебе себя. Надя Панькина, я поняла, что совершенно себя не знает, себя не чувствует, не ощущает никак. Я сразу поняла, что ей надо. Ей срочно нужно координально меняться. Прямо сейчас. Нет, я не готова. Блин, я не хочу смотреть, я боюсь. Боже мой, мама. Мама, я не буду смотреть туда. Мама, я не буду. Я же говорила без слез. Обалдеть. Боже мой, где мои брови? Я знала, что она с этим справится, она это выдержит. Потому что она смелая, она такая, она молодая, она дерзкая. Она все сможет. Даже если она потом перекрасится, если она все потом поменяет, она должна почувствовать, каково это быть другой. А может, ей понравится? Маша Эрмель. Мне было сразу понятно все. Вот в первые три секунды я все сразу, конечно же, поняла. Что Маша, женщина, хочет? Костюм горничный. О, Боже мой. А что в гардеробе? В гардеробе сарафаны какие-то вот такие, кламиды непонятные. И довольно странные деловые костюмы. Нужно-то ей совсем другое. Пипец. Ей-то нужны бурные эмоции. Ей же нужны пышные волосы. Ей же нужна декорта. Ей нужно... Классно. Я чувствую себя сексапильной кошкой. Рыжий такой, да? Рыжий сексапильный кошек. Да. Вот каждая женщина должна попробовать этот образ. Самое главное, что она смогла сделать, она смогла похудеть. Она стала стройная, такая подтянутая. Что нужно было? Ей нужно было добавить огня. Потому что она 100% женщина огненная. Альбина Салова. Парашютистка. В гардеробе, ну, только джинсы. Так, опять джинсы. Джинсы. Да? Еще джинсы. И еще одни джинсы. Вот такие есть. Альбина, сплошные джинсы и брюки. Здесь тоже вот это все брюки. Так, ну вот хорошо. А когда вы последний раз ходили в платье, ну, кроме Нового года? Никогда. Ей не хватало в жизни женственности. А откуда она возьмется, если у нее профессия мужская? Если она тащит на себе всю семью. А где женственность взять? Ей прописаны юбки, платья. Да. А! А! Это я? Ого! Это не я. Сними, пожалуйста, пальто. Ах, какая красота. Очень хочется влюбиться. И чтобы вы любили. Иногда необходимо утрировать это. Женственность нужно взрастить в женщине. Если она вот не выросла таковой. А! Ого! Красота! Думаю, что найдется человек, который сможет меня полюбить. Плохо, когда есть какие-то перегибы. Либо в ту, либо в другую сторону. Нужна гармония. Вот в случае с Альбиной, эта гармония была достигнута принудительным лечением. Ах, какой образ! Ах, какой образ! И знаете, как бы с парашютом реально прыгнуть. Потому что тогда, когда парашют раскроется, вы увидите невероятную красоту. Невероятное искреннее удовольствие делать женщин счастливыми. Я красивая! Твою даму! Такого не бывает! Ущипни меня, пожалуйста! Ущипни! Потому что они сейчас поедут встречаться со своими близкими, родными, с которыми они очень давно не виделись. Таня, тебе слово! Ремонт в квартире, новый образ, новая внешность. Это все очень важно. Но все-таки новая жизнь, она начинается, когда наша героиня возвращается домой. Итак, встречайте! Галина Кузьмина! Мальчишки волнуются! Я уже до речи потерял. Что за слезы? Могол. Примут ли близкие ее новый образ? Увидят ли они, что она изменилась внутри? Я мама ваша! Вы что, узнаете? Полин, я мама! Мама! Саш, ну ты-то узнаешь? Конечно, хотя с трудом. Все, вы встали, вы встали! Ура! Это счастье просто быть свидетелем того, как эти люди вступают в каждую свою, но новую жизнь. Я больше никогда от вас не уеду. А мы тебя не отпустим. Никуда. Не отпустим. А все, больше никогда не поеду. Ох, если бы не столько людей. Да, будете. А наши мужчины, посмотрите на их лица. Они же как дети волнуются. Еще бы, предстоит сказать самые главные слова своим любимым. Я не слышал. Ты не соскучился. Какой-то бессильный. С мамочкой. Я что-то расчувствовал, что-то от тебя. Спасибо большое. Я добыл самый тяжелый период. А, знаешь, двадцать лет назад ты была мне подругой. Потом стала невестой, потом стала женой. Я хочу спустя эти десятилетия повторить то же самое. Будь моей женой. Согласна? Борька! Все изменения начинаются в вас, внутри. Если вы хотите что-то изменить в своей жизни, делайте это прямо сейчас. Будьте смелыми, слушайте свою интуицию, и, может быть, мы к вам заглянем. Субтитры сделал DimaTorzok